ну что ж друзья мы находимся в тихом наконец-то уютном месте вот а именно в доме Хокинсов вместе с вновь ожившим Брэдли и его подругой которые помогли нам сбежать из психушки давайте-ка поговорим с ними у нас слишком много вопросов накопилось вы проснулись мистер пирс как вы себя чувствуете я долго спал день только начался все в порядке у нас накопилось слишком много вопросов на их счет особенно на Брэдли ну-ка поведай нам историю как ты выжил как наш беглец доктор фуллер не сообщал о вашем исчезновении охране но скоро наверняка это будет Брэдли а кто же еще мистер пирс как вы себя чувствуете вы словно призрака увидели тут происходят вещи которые не могу объяснить скажите нам что произошло так сара хокинс была предметом культа поговорить с Брэдли то что он они со мной сделали возможно я нашел зацепку поговорить с колден так оккультизм профессионал нужен блин так ну давайте у меня галлюцинации они меня преследуют что они с вами сделали там была доктор был этот врач доктор фуллер и медсестра кровь повсюду у меня страшно болели ноги я не мог этого вынести я кричал они меня чем-то обкололи я проснулся в институте там был Брэдли а как вы нас напугали вы были похожи на безумца похоже вы проснулись еще находясь под наркозом неудивительно что эти воспоминания вас преследуют что же во имя всего святого они с вами сделали а что случилось после когда я проснулся второй раз я был в обитой войлоком комнате там вы и нашли меня доктор когда вы меня освободили я смотрел арсенал средств при пассионных для пациентов реверсальского института галлюциногенный газ который закачивается в палаты адская машина жуткие медицинские эксперименты невозможно доктор фуллер никогда бы такого не сделал вам придется поверить этом я пытаюсь доказать именно то что видел мистер пирс вы нашли что-то еще я встретил фрэнсиса сандерса вы узнаете конечно же это наш пациент или бывший пациент я видел его с пор а не видел его с тех пор как доктор фуллер перевел его в подвал он знал сару хокинс и это его прикончил что как он умер я не знаю смогу ли это объяснить расскажите мне как умер мистер сандерс он называл его бродягой какой-то кризис я не видел что это было но там рядом с ним совершенно что точно что-то было о чем вы сандерс говорил что это был гость сары хокинс он говорил о нем как о живом существе сара хокинс я что-то пропустил это не имеет смысла я не понимаю как это может поможет нам раскрыть дело хокинсу вы в самом деле думаете что она в этом сами замешана разве она могла убить сандерсом фрэнсис сандерс упоминал миссис хокинс прямо перед смертью это не совпадение знаете фрэнсис сандерс известный коллекционер живописи полагаю вы можете нанести визит его жене ирен сандерс говорите коллекционер живописи так наверное они познакомились если вы собираетесь на обед дом сандерсов прошу вас избавьте вдову от подробностей о страданиях мужа я не согласен она заслуживает узнать правду но эта правда может быть неполный мы же точно не знаем что произошло или что такое так давайте сохранить благоразумие лучше взгляну взглянуть лицо вправе вы правы у нас нет правдоподобного объяснения тому что случилось поэтому не будем переходить к выводам это и впрямо разумно хорошо я повторюсь вдовой фрэнсиса может быть я найду связь между смертью ее мужа и сара хокинс только не окажитесь в больнице на этот раз а завтра с так у нас новая задача поговорить с вдовой сандерса так мы еще не обо всем поговорим пойдемте узнаем правду о том что происходит на острове смысле я еще с тобой не занять и венцистил события этой ночи перепутались меня в голове блин я столько вопросов не задал жесть надо было надо было по другому пути идти ладно как пошли так пошли поговорить с водовой сандерса нам надо что мы здесь выяснили доктор фуллер 52 года главный врач реверсайда доктор фуллер полновластный хозяин реверсайдского института и его подвалов которых он проводит нелегальные эксперименты над пациентами не знаю что он со мной сделал но после обрушения туннелей под особняком хокинса я не должен был оправиться так быстро это человек опасен я готов поспорить что он знает куда больше об этом деле чем говорит так дело что у нас с делом сандерс и сара хокинс были близки это несомненно давара сказала мне не все зато многое сказала ее сказал ее дом все началось с содержимости фрэнсис сандерса бродягой картиной во многих смыслах совершенно невероятной теоретически фрэнсис сандерс был известным коллекционером живописи нужно допросить его вдову ирен сандерс узнать побольше его связи с и выяснить личность гостя которым он говорил перед смертью так все больше у нас ничего здесь нет ну что давайте направимся резиденция сандерса пирс колден и брэдли решили объединить усилия чтобы раскрыть дело сары хокинс у них есть новый след фрэнсис сандерс коллекционер живописи и друг художницы который погиб на глазах у пирса детектив идет к нему домой чтобы поговорить с его вдовой о гости которого несчастный упоминал перед смертью макана диме я могу помочь вам сэр миссис сандерс я частный детектив мы должны поговорить о вашем мужа его отношениях сары хокинс можно мне войти каком и не ходить но прежде чем вы про мы продолжим вы должны узнать что мой муж вчера умер именно поэтому я пришел смотрите здесь кэт так так гляньте-ка кто пришел и на each other вы знакомы пересекались и брэйв детектива настоящий талант совать свой нос в дела которые его не касается я сталкиваюсь с ней каждый раз когда мне приходится расследовать чью-то смерть остров маленький детектив и это мой остров поэтому лучше когда ты сталкиваешься со мной вы расследуете смерть фрэнсиса и почему кто вас нанял я спорта фрэнсисом незадолго до его смерти его история как-то связано с делом на котором я работаю что ж раз уж это дело меня не касается я буду в кабинете вашего мужа ирина продолжим позже карио мэрида хорошо миссис бейкер это своими ста пирс сюда мистер пирс устраивайтесь поудобнее похоже вы мне можете многое рассказать кэт знает что-то по-любому что то знает но скрывает с ней надо бы тоже поговорить могу ли я узнать когда вы разговаривали с моим мужем есть вчера а мэрм я встретил его в лечебнице мы разговаривали про сару хоккенс конечно же он говорил с вами о ней он только не разговаривал о саре хоккенс и ее картинах пресс-профессии майкан прошу простить мой тон дело в том что мне не разрешали видеться с ним с тех пор как он оказался в лечебнице а вы совершенно чужой человек увиделись и даже поговорили с ним не его смерти токвы с тем и дает аваси как это было вы были рядом когда у него случился пристах что произошло так вы не должны считать себя виноваты он умирал прямо у меня на глазах и страшно кричал когда это произошло меня там уже не было хорошо держитесь то что случилось с вашим мужем просто ужасно миссис андерс но судя по тому что я видел это было неизбежно человек который я встретил вчера потерял рассудок он больше не страдает если позволите мне такую банальность конечно же спасибо за добрые слова ни один человек в этой лечебнице ни за что не зашел в виду меня но так просто меня не утешить я должна понять как это могло произойти в каком известном институте и прямо у вас на глазах вы не сделали ничего чтобы помочь ему так я разделяю ваше горе но я не имею к этому никакого отношения это не я отправил его туда красноречие миссис сандерс я понимаю ваше горе и приношу вам свои глубочайшие соболезнования но я не имею никакого отношения к смерти вашего мужа я только что прибыл на дарк ватер я расследую смерть семейства Хокинс смерть Хокинсов? хотите сказать это был не несчастный случай? на этом проклятом острове происходит трагедия за трагедией и вам я тоже рекомендую бежать с него как отчимы я устала мистер Пирс я буду благодарен вам если вы скажете чего хотите а потом уйдете так откуда вы знаете Сару Хокинс? он говорил с вами про бродягу а что тут делает Кэт? муж говорил с вами про гостя Сары Хокинс бродягу если быть совсем точным только о нем он и говорил если вы можете себе это представить он висит прямо в центре галереи лучшее место для картины которая обеспечила ему привилегию такой позорной и жалкой смерти подождите так бродяга это картина? картина Сары Хокинс? а чья же еще? кто еще такие ужасы рисует? посмотрите сами если хотите сейчас это моя единственная зацепка полагаю мне нечего тереть значит вы плохо меня слушали то до меня то я больше не захожу в галерею но если вы так хотите ее увидеть я рекомендую вам как можно скорее осмотреть ее потому что я планирую избавиться от этой картины как можно быстрее спасибо миссис Сандерс это не займет много времени отлично получили одобрение так свериться с данным дневника у нас две оба так психологию давайте как раз прокачаем дальше что можно до половины силу попробовать попробовать так Ирен Сандерс 41 год род занятия нет очевидно что она винила Сару Хокинс в смерти мужа но я не понимаю почему Ирен Сандерс настолько безчувственно похоже она махнула рукой на мужа задолго до его кошмарной смерти в подвалах Риверсельского института все да так давайте-ка осмотримся с мост отказом неужели они самом деле заботились о нем уважаемая госпожа я подтверждаю получение письма в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа с сожалению вынужден сообщить что я не могу вернуть его вам в момент его помещения в лечебницу вы подписали форму отказа которая позволяет мне избавиться от тела таким образом какой я сочту наиболее подходящим приношу вам свои глубочайшие соболезнования Томас Фуллер для опытов он его оставил для опытов конечно просто так он не отдаст в этот день продяга пришел в жизнь читы Сандерс фотографии Сары Хокинс рядом с Сандерсом они наверное были близки так место происшествия что у нас улики фотография так бродяга это картина Эрн Сандерс кажется даже не знает кого она ненавидит больше Сару Хокинс или бродягу но факт остается фактом она обвиняет Сару в том что ее муж потерял рассудок он видимо под воздействием картины выдавил себе глаза я должен ее увидеть ключ от галереи наверное в кабинете так а так а место происшествия надо дом художников дом художников дом художников Франсис Сандерс и Сара Хокинс были близки Франсис может быть даже дружили а может и больше ну все может быть так что у нас здесь еще есть интересного но приобретение Сандерса напротив бродяги он написал наконец-то чего же так боялась Сара Хокинс если она не хотела продавать картину жесть а это что за картина он наконец победил Сандер знал о своем неизбежном конце блин картина так не показывают да ну ничего мы скоро скоро ее увидим я чувствую так она не хотела чтобы Сандерс завладел картиной она наверное чувствовала себя опустошенной она презирает Сару Хокинс но по-настоящему ненавидит картину почему воу бродяга нужно ее увидеть блин теперь мне страхово смотреть на бродягу может мы тоже все глаза выколем или крышняк вообще поедет так медицинские конспекты том 2 второй том описывает всевозможные заболевания от газовой гангрены до траншейного нефрита помимо подробных исследований в книге приведено и несколько авангардных теорий из-за невероятной сложности текста разобраться в нем могут только эксперты так у Сандерсов улика перекрестная проверка информации предоставленная Фрэнсисом Сандерсом и его вдовой поможет реконструировать события из-за которых Сандерс оказался в клинике все указывает на то что Сандерс и Сара Хокинс были близки их связывал не только интерес который коллекционер проявлял к работам художницы но видимые какие-то дружеские чувства это подтверждается многократными отказами Сары Хокинс продать картину под названием бродяга против всех ожиданий в итоге она поддалась на уговоры и картину подарила чувство которое испытывает Ирэн Сандерс по отношению к Саре Хокинс объясняется выдвинутыми обвинениями она считает что Сандерс сошел с ума вскоре после того как завладел картиной да что же это за картина такая так где она говорит галерея да где у нас галерея что за статуэтки какие-то мрачные это наверное выход так полагаю так закрыто золотой граммофон у нас тут стоит картины конечно жесть только посмотрите на них уоу вы это видели? кровь на картине была кровь ей богу я только что это видел посмотрим расскажет цилиндр если что расскажет цилиндр если вставить его в фонограф запись для фонографа которую Фрэнсис Сандерс оставил своей жене Ирен 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 я совершил ошибку боюсь теперь уже слишком поздно и никто не должен сюда входить разве что для того чтобы все сжечь мне так и не захватило храбрости заплати кому-нибудь чтобы это все все же сделали он в моей голове я вижу его под веками каждый раз когда закрываю глаза все я больше не могу это выносить я не могу сдерживать его прости меня это проклятая галерея это проклятая картина это проклятая Сара это проклятая так понятно ладно идем дальше тоже картина галерея наверно в самом конце как это здесь странный индейский медальон древний аморет скорее всего индийский индейский интересно для чего он предназначен так запись фонографа знания сандерс и сара хокинс были близки это несомненно вдова рассказала мне не все зато многое сказал ее дом все началось с содержимости фрэдис и сандерса бродягой картиной во многих смыслах совершенно невероятной киты треска киты треска киты треска краткая история острова дарк уотера эрвана гринмаута книга рассказывает о былой славе острова они мне не помешают еще снова снотворные я нашел эти снотворные таблетки в доме сандерс интересно кому их прописали фрэнсису или ирэн письмо сара хокинс странно несколько месяцев сара хокинс отказывалась расставаться своей картиной и вдруг просто подарила и дорогой фрэнсис умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине если наша дружба для тебя хоть что-то значит пожалуйста избавь меня от чувства вины я не могу стать причиной твоего падения прошу тебя мой дорогой друг забудь о бродяге твоя подруга сара хокинс дневник жены священника часть 3 очередная часть дневника которую вела жена преподобного в этом томе рассказывается о сообществе преподобного Викфуда его жена беспокоена странными снами которые снятся пастве преподобного с момента прибытия на остров некоторые члены сообщества в том числе ее муж начали говорить будто бы эти видения посланы им богом она боится что их всех ждет судьба пропавшего племени пропавшего племени еще так на ключ под ключ от галереи Сандерса вы будете читать книгу да давайте почитаем Молот тварей том 2 это энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей я начинаю верить что они существуют что да да кэт не смотри на меня так так рассудок блин молотвари осматривая безумянную книжную лавку пирс прочитал древний трактат Молот тварей в этом бестиарии перечисляются многочисленные существа из оккультного мира и параллельных измерений сама природа это название делает эту книгу дурной читая ее пирс повредился рассудком блин жесть читая книгу тоже можно повредиться рассудком воу межпространственный бродяга межпространственный бродяга приходит из мрачного и негостеприимного измерения где вечно голодает из-за нехватки пищи поэтому он постоянно готов отправиться в другие измерения и пожрать их обитателей постарается никогда не ослаблять защитную вуаль своего измерения иначе рискуешь привлечь эту опасную тварь если это произойдет достаточно лишь взглянуть на него чтобы это существо укоренилось в твоем измерении и разодрало тебя когтями удержка из молототварей обигаил молотварей люди собирают знания по строкам что диктуют мне великие древние а также по другим книгам в видениях которые обрушиваются на меня я слышу имена и вижу силуиды таинственных существ скоро мир примет молотварей вместилище анатомического космического и межпространственного знания как авторитетный труд эта книга самая нечестивая из проклятых гримуаров когда-нибудь станет последним барьером между человеками хищниками скрытыми запологами параллельных измерений и жаждущими сожрать его выдержка из молототварей Абигайл о вот это книга так ключ собственной галереи Сандерса если у Фрэнсиса Сандерса есть собственная галерея он наверное владеет внушительной коллекцией картин что у нас там по знаниям жесть книжечка ты уже второй раз переходишь мне дорогу детектив постарайся чтобы это не вошло в привычку у меня много вредных привычек одни очень опасны другие не очень зачем ты пришел в эту галерею я должен подтвердить подлинность картин для покупателя еще одна картина Сара Хокинс это не твое дело у меня есть богатый клиент в Бостоне который слышал про смерть Хрэнсиса Сандерса он хотел чтобы я оценил его состояние прежде чем делать предложение его вдвое а вдове прекрасный детектив подводка языка тела я бы поверила тебе если бы впервые видела твою физиономию ты хорошо говоришь пирс пока твоя история сойдет так что ты тут делаешь а что же тебя привел домой к Сандерсу я тут по делу Эрен попросила меня избавиться от этих картин она не планирует больше здесь задерживаться почему ты веришь или нет но на Дарт Коутере много коллекционеров нужен человек со связями и с транспортом поэтому выбирать приходится между Фитц Роэм и мной а со мной дело иметь приятнее не находишь? не сейчас дорогуша так еще какая-то книга спрятана вопрос анатомии это студенческая работа выпущенная в формате книги которые наблюдения а хотя наблюдения авторы и вызывают определенный интерес ему явно не хватает знаний и опыта но поставленные им вопросы позволяют задуматься о новых способах исследования человеческой анатомии так медицину мы вообще прокачиваем будь иначе а вот оккультизм у нас как-то идет слабовато что ж давайте уже войдем в галерею ох ты господи какая она огромная так здесь спрятаться спрятаться от кого-то надо будет ха странно так чтоб не подглядывала древние артефакты вообще тут жесть какие то странные сфинксы таких сфинксов я еще не видел опа это ритуальный ножик кинжал а это кто а это кто это наверное артефакты как колумбовой эпохи это артефакты дают из предколумбии ну жесть да вот такие штуки блин интересные но это страшно страшно интересно картины конечно о подпись Сары жесть у нее картины конечно вон она стоит красавица картина этот человек целое крыло своего особняка превратил в картинную галерею что не могу разобрать это медведь да а медведь убивающий морского котика это человек без кожи человек без кожи это что ребенок убивающий как это огромная птица ребенок убивающая какую то огромную птицу Каких только тварей нету, а? Да, жесть. А, лампу заправили, отлично. Пачки. А это что? За картина? Почему он так интересовался старым оружием? Какие-то письмена. Голова такая огромная. Ну что, давайте. О, здесь какие-то... А, еще масленка. Фу, ну что, давайте. Посмотрим. Так, а это что у нас? Кинжал уже был в коллекции Сандерса, или тот только пытался завладеть им. Не обладая даже крупицей таланта, Сары Хокинс, Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы. На гарде изображен эзотерический символ, который часто встречается в его переписке с Сарой, рисунок кинжала. Хм, интересно. Ну что, давайте взглянем на этого бродягу. Пожирателя. Главное, не выколоть себе глаза. Оу-оу. Картина зашевелилась. Сандр же говорил, не смотри, не смотри на него. А ну, посмотрели на картину, и все, теперь, наверное, эта тварь будет нас преследовать. Офигеть. Ну, красавица, ну, красавица. Понятно, теперь от кого будем прятаться. Вот это что еще такое, что-то побери. Так, у нас очки опыта есть. Сила. О, жесть. Так. Ай-яй-яй, с какой стороны он идет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Такой гром. О, щет. Чтобы спрятаться в шкафу. Где шкаф-то, блин? Фух. Так, а как? Мне надо куда-то убежать, что ли, или что? Задание. Нету задания. Что мне сделать-то надо? Фух. Мне убежать к дверям надо. Ааа, чёрт. Тварь, 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 не подходи, не подходи. Ааа. Ушло? Нет. Блин. Гуляет рядом. Так, она свалила или нет? Можно выйти? Ааа. Проклятие, что это? Может быть, я смогла пользоваться этим кинжалом? В смысле? Мне его надо зарезать? О, щи! Да. Может быть, я могу использовать этот кинжал. Так, взяли кинжал. Это другой. Мы взяли кинжал. О, щит! Беги, беги, пирс! О, щит. В смысле? Ааа, там на картинке был кинжал, короче. О, блин! Где-где-где, я только что видел, похоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, чёрт! Хорошо, здесь выносливости нет. Не кончается. Так-так-так-так, тварь, где? О, чёрт! Свою! Нет, не похож, да? Не похож. Фух! Тоже не то. Это? Где? Так, на картинке, на картинке. Какой нож? О, жесть. Так. Силу прокачать надо. Улики. Улики. Какой нож? Вот такой какой-то. Нет. Не похож. Нет. Беги-беги-беги-беги. Нет. Воу! Близко. А, поймал. Это может. Нет. Блин. Я должен использовать специфический даггар. С каким-то особенным пинжалом. Да понятно, что особенным. Так. Где у нас этот особенный кинжал? О, похож. Этот кинжал чем-то отличает от остальных. Окей. Так, в комнату зашёл. Бегом-бегом-бегом к картине. Е-е-е. На, куси-выкуси. Творюга. Возвращайся обратно. Подрежь ему руку. О, 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 о. А чё? В смысле? Мы тоже сейчас картину попадём? Что с тобой? Да что с тобой? Ты уверен, что тебе больше не пригодится эта рука? Теряешь хватку, детектив. При таком раскладе ты прав. Бутылка прикончит тебя раньше, чем я. Ты ничего не видела? Я видел, как ты чуть было не воткнул себе в руку кинжал. Я пропустила что-то поинтереснее? На меня напала какая-то тварь. Эта картина проклятая. Да нет, я просто слишком много выпил. На меня напала какая-то тварь. Я сумел её прогнать, кажется. Мне тоже так кажется. Ты ничего не слышала? Ты знала про монстра? Ты, наверное, обратила внимание на мою руку. Ты знала? Ты всё знала про этого монстра? О чём ты говоришь? Считаешь, что тебе было зло, ведь я спасла твою руку. Пусть даже я сделал это ради спасения товара. Ты имеешь в виду меня? Не взвти себе, дорогуша. Я говорю по содержимой этой галереи. И, кстати, куда ты собрался с этим кинжалом? Он спас мне жизнь. Это не просто кинжал. Тебе стоит поговорить с Джернаном Дрейком. Он торгует антиквариатом здесь, на Дарк Уотре. Но всё тебе расскажет. Судя по бухгалтерским книгам, это он продал кинжал Сандерсу. Ты даёшь мне эту информацию бесплатно? Мне прям стоит поговорить с этим Дрейком. Раздавать информацию бесплатно не в твоих правилах. Можешь считать этой платы за то, что доставлял информацию мне. Просто обмен. А теперь иди к своему торговцу древностями. Мне ещё нужно кое-что уладить с РН. Жестоко было. Итак, ну что, друзья. Серия была, ух, какая жестокая. Поначалу, как обычно, разговоры, разговоры. А потом, ух, такая концовочка серии просто. И на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. В следующей серии уже будем разузнавать всё у заведующего лавкой, антиквариатом. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч, до новых прохождений. Всем пока.